Рассмотрим теперь получение данных. Функция называется привычная getList. Но если раньше каждый getList имел свой набор параметров и зашито непрозрачное поведение, то теперь этот метод един для всех сущностей и подчиняется одним законам. Рассмотрим на примере все параметры, которые мы можем использовать при выборке элементов ORM-сущности. Мы реализовали компонент. В компоненте мы вызываем статический метод getList от нашего класса ORM-сущности книги. Этот метод автоматически появляется, когда мы описали ORM-сущность. В getList передается всего один параметр. Это массив параметров. Мы можем вообще вызвать getList без параметров. Тогда будут выбраны все элементы сущности, все поля, кроме вычисляемых и связанных без всяких ограничений, сортировок и тому подобных. Мы можем указать параметр select, который определяется в виде массива с именами полей сущности. Если по каким-то причинам нас не устраивает оригинальное название полей, можно использовать алиасы. Здесь мы хотим, чтобы название книги у нас было namebook. Также выбираем ID, EGGER, WRITE COUNT. Если необходимо выбрать все поля, то можно воспользоваться символом звездочка, либо вообще не указывать параметр select. При этом будут выбраны только поля scalar field, а поля выражения expression field и отношения с другими сущностями затронуты не будут, и всегда нужно указывать явно. Параметр FILTER. Подобие формата фильтра инфоблоков, то есть мы имеем схожий синтексис объявления фильтра. Также представляет из себя массив. В нашем случае выберем все элементы, которые имеет WRITE COUNT, равны нулю, то есть ни разу не редактировались. Фильтр может быть многоуровневым массивом со склейкой выражений AND OR. Тут все аналогично фильтрации в инфоблоках. В параметрах GROUP перечисляются поля для группировки. Мы не будем в нашем примере делать группировку. Параметры ORDER позволяют указать порядок сортировки. Мы будем сортировать по убыванию ID. Параметры OFFSET и LIMIT помогают ограничить количество выбираемых записей и реализовать постраничную выборку. Мы выбираем три записи, начиная с третьей, то есть пропустив две первых записи выборки. Гетлист всегда возвращает объект DB RESULT, из которого можно получить данные либо с помощью метода FUTCH в цикле, либо же мы можем использовать метод FUTCHALL, который нам вернет сразу все записи в виде массива. Теперь запустим наш компонент, который осуществит выборку. Как видим, нам возвращено было три элемента. В поле название книги было перемено в NAMEBOOK. А всего нам у каждого элемента было возвращено четыре указанных нами поля. И среди них нет ни одного элемента с WRITE COUNT отличного от нуля. Посмотрим таблицу нашего RAM сущности. Отсортируем PID в обратном порядке. Как видим, было пропущено два первых элемента и выведено три следующих, как мы указали. То есть выборка отработал, как нам было необходимо. Попробуем заменить цикл с FUTCH на FUTCHALL. Смотрим, изменилось ли что-то в выводе. Нет, вывод остался аналогичным. Изменился только вариант записи в коде.